...пятиводителей, вот, и решил начать со штатов, поскольку у меня была американская виза, решил поехать, используя эту визу, в общем, начать со штатов. История в том, что посетил я три страны всего, а пока проехал всю Колумбию, меня не украли рюкзак со всеми вещами, ну, как это всегда бывает, мы же рассказывали про латинскую вам тут, вот, и пришлось из-за этого вернуться обратно домой. Ну, самая важная, самая интересная часть оказалась в Соединенных Штатах Америки, которая мне больше всего запомнилась, вот, поехал я туда, в общем-то, из-за природы уникальных штатов, потому что я больше ориентируюсь на природные достопримечательности, города не очень люблю, вот, и хотел немножко про Анацпарк и самая основная жемчужина штатов вам рассказать. Значит, прилетел я в Нью-Йорк, путешествую я бюджетно, ну, как все понимаете, по кау-серфингу, иногда с палаткой, иногда на автобусах, иногда автостопом. На автостопом поездил всего лишь там на 10 машинах, ну, как бы, для себя открыл первый заграничный автостоп, потому что до этого я только ездил здесь, в России и до Москвы, Питер-Москва. Вот, прилетел в Нью-Йорк, это Манхэттен с аэропорта, я буду очень быстро, самолеты, я очень быстро буду листать, потому что у меня 400 слайдов, потом, когда время закончится, я потом отойду, кому будет интересно, там буду рассказывать. Вот, это Бруклинский мост, что интересного в Нью-Йорке для меня запомнилось, Уолл-стрит. Нашел я кау-серфинг, хотя это довольно сложно считается, на два дня, правда, и на самом Манхэттене. Вот, жил у кубинца, который через два дня улетел куда-то там на родину к себе, наверное, вот, и остаток времени до своего дальнейшего движения в Вашингтон я провел в палатке на территории Нью-Йорка, сейчас расскажу, где, вот, что самое интересное в бюджетных посещениях и бесплатно пожить в Нью-Йорке все-таки мне удалось. Вот, посетил Уолл-стрит, вот это она, большая гигантская улица с небоскребами, все деньги практически. Здесь очень интересная, большая улица. Шоу-диктофон, шоу-диктофон, надо как-то его присобачить. Вот, так она выглядит, много туристов, много патриотизма в Штатах. Посетил, правда, рядышком проплыл с Штатой Свободы известной. Как бесплатно посетить, посмотреть, вернее, на Статую Свободы с 500 метров. Нужно взять паром со станции Soft Perry, дальше покажу, где эта станция. Это бесплатный паром на Стейтон-Айленд. Стейтон-Айленд – это часть Нью-Йорка, где живут нью-йоркцы, они на этом пароме бесплатно добираются на основную часть города. Для них он бесплатен. Соответственно, любой турист может также проплыть на этом пароме, и он проходит буквально в 500 метрах от статуи. Можешь сделать фотографии, потому что самая экскурсия на статую стоит больше 20 долларов. Как еще раз называется он? Паром на Стейтон-Айленд. Стейтон-Айленд. А по-русски это как? Ну, Стейтон-Айленд. Остров так называется. Айленд – это остров. Остров называется Стейтон. Ну, это для кого? Откуда выходит паром? Паром выходит, сейчас покажу, станция Soft Perry. Сейчас увеличу, тут будет не очень четко, конечно. Я ранее узнавал эту информацию. Да, это все есть в интернете. Вот здесь, это станция, желтая ветка Нью-Йоркского метро. Вот здесь сейчас у меня мышка. Вот здесь видно всем. Ну, короче, загуглите, это известная тема, везде можете найти, как доплыть, проплыть мимо статуи, сделать фотки и бесплатно все. Она ведь маленькая очень, статуя свобода, да? Показывает фирму огромную вообще ее, а на самом деле она очень маленькая. Нет, она большая, но с 500 метров она… Ну, не как показывает фильм, там очень такой огромный. Ну, как тебе сказать? Ну, на Факе или смотровая площадка, где… Там есть специальная экскурсия прямо к ней, к ее подножию, то есть туда можно залезть к ее ногам прямо. У нас ресторан есть в самой статуе? Не знаю. Не был там. Но меньше, чем Родина Мать. Ну, меньше. Это то, что меньше Родины Мать стало куда-то. Наверное. Ну, статуя свобода меньше, чем Родина Мать. Вот, Уолл-стрид, конечно… Ой, не Уолл-стрид, Тайм-скуэр… Ну, куча народу, она везли куча рекламы. Вот, немножко Нью-Йорка сейчас полистаю вам. А что за реклама тут была, реклама? Для всего реклама. Макдональдские и все. Зачем вам реклама, да? Мы сейчас не про рекламу. А где в палатке живут? Мы же в рациональные парки хотим. Вот. Сейчас дойдем до нас в парк. Просто немножко предыстория. Вот так выглядят Нью-Йоркские улицы. Как в американском кино. Да, как в кино прямо все вам показывают. Огромные небоскребы, куча людей. Нью-Йоркцы мне показались довольно хмурыми. Я по сравнению с дальнейшим моим путешествием в Вашингтон. Вот. Как-то все дорого. Метро стоит 2,75 долларов. То есть, ну так. Для бюджета даже не очень. Вот эта штука для бюджетных путешествий очень интересная. Они расставлены почти по всем Нью-Йоркам. Это Линк Нью-Йорк. Такая хрень, которая раздает Wi-Fi в радиусе на нескольких десятков метров. И там есть USB-зарядки, защищенные от дождя. Севастополь такие штуки видел. Вот. Видишь, цивилизация уже доходит до Севастополя. В Нью-Йорке их очень много. То есть, можно, не знаю, без Wi-Fi. Там прямо на каждой остановке есть в центре Севастополя. Севастополя? Да, на каждой остановке прямо есть. Вот. Весь Нью-Йорк завален такими штуками. И бесплатно можно зарядить телефон и посидеть в интернете. Нужен только ваш ящик. На телефон ничего не нужно. Указывайте свой e-mail и сидите бесплатно сколько угодно. Заряжайтесь. Хорошо поставить палатку рядом такой штукой. Но я в центре, поэтому я отправился дальше, в окраину, на этаж Нью-Йорк. Вот так тоже выглядит. 50 минут от Манхэттена на метро. Такие домики. То есть, ну, практически как наша, не знаю, глубинка. Вот. Только американская. По состоянию частного метро от центра, да? Да, вот. И вот, собственно, в таком частном секторе, недалеко от станции JFK Аэропорт, парк назывался, сейчас-то помню, забыл, как назывался парк, где я ночевал, JFK. И там, собственно, есть узловая станция метро, где можно пересесть с Аэроэкспресса на метро и поехать дальше в центр. Там есть небольшой парк или сквер, где я вот так аккуратненько поставил палатку свою и два дня там, собственно, провел бесплатно. Потому что у меня был билет куплен, и через два дня решим, кто он на автобус. Вот. Так что вполне в Нью-Йорке никто меня не беспокоил. Люди делятся водой, питьевой, там рядом океан уже, на побережье она находится. Правда, самолет мешает. А ты разговариваешь на английском? То есть, не на английском разговариваешь? На элементаре где-то так не выше. Ну, среднем, может быть. Вот там английского было достаточно по всем штатам. Вот таких интересных я мечхвостов там нашел, полумертвых на побережье, пока делать было нечего. Два дня гулял. Вот, ну... А-а-а. Ну, я уже мертв. И дальше, вот мой путь продолжался в Вашингтон. Город, который мне гораздо больше понравился, чем Нью-Йорк. Вот, сейчас расскажу, чем. И потом, после Вашингтона, я отправился уже через всю страну, практически в Монтану, к первому национальному парку. Вот, немного Вашингтона, столицы, Капитолий. Все аккуратненько, чистенько. Вот так туристы там путешествуют на этих сегвеях. Вот, город очень спортивный. Много спортсменов. Люди всегда чем-то заняты. Такой. Ну, по динамике, конечно, он не как Нью-Йорк. Но люди более там, видно, что... Попроще, так сказать. Крисмас 3. Вот, до этого, что там был Белый дом, прямо вот так может подойти, сфоткаться рядом с ним. Там полиция охраняет, конечно. Но, тем не менее, фотки за решеткой можно сделать. Фотки за решеткой, Белый дом. Да, вот это Стелла и Крисмас 3. Вот, вид на Капитолии, здание ФБР. Вот, опять Капитолии. Белки прыгают прямо вот по улицам на зеленой зоне. Бесплатный музей в Америке? Бесплатный музей в Америке, да. Да не верю. Вот, подтверди. Назвайте Смитсония. Смитсония, да, музеи. И вообще, я добавлю, я добавлю, ребята, вход в музеи является донейшн. То есть, ты, та цена, которая написана... Ну вот, а вообще... Да, Тейлор, правда, есть там этот музей? Да, который подтверждает на самом деле... А я тебе уговорю про все остальные музеи. Про все остальные музеи. Про Айолы. Айолы, а? Вот. Тейлор Парушкин тоже неплохо понимает. Что? Парушкин? Да, да, он инструктор в Грузии по улицам, по городам. Короче, в любой музей можно зайти, дать доллар и просто зайти. Потому что цена, которая написана 18-20 долларов, это не является типа... Обязательной. Обязательной ценой, да. Поэтому за доллар можно войти в любой музей. В южерке можно зайти в метрополитен, известный за... Это вам бесплатно, потому что если за полчаса прийти. Но за полчаса вы не посмотрите метрополитен, потому что он очень огромный. Но, тем не менее, такая возможность есть. Если прийти и дать... За полчаса до закрытия имеется в виду. За полчаса до закрытия, да? В любой музей, в любое время за один доллар ты можешь зайти. Потому что это рекомендованная цена. Я был в музеях только вот в этих разнообразных местах. В Нью-Йорке даже не был, просто я знаю. Подходишь на улицу, да, к прохожим, там... Give me please one dollar, да. Идешь в музей. Музей, как я посетил в Вашингтоне, музей естественной истории. Это все, что касается природы, естества. Вот, все, что касается такого вот. Что там самое важное и интересное? Там все очень интерактивно по сравнению с нашими музеями, допустим, с Питером. Все можно открутить, посмотреть, раскрыть, подвигать. И, короче, все представлено в таком виде. Вот, видите, тут, допустим, слайды листаешь. Там какие у нас проблемы, связанные с прямохождением у людей, да? Bit benefit и costs, то есть расплата за то, что мы прямо ходим. Очень интересно для детей будет. Вот, мечехвост тот же самый, мой любимый, который я там нашел. Всякие минералы, то есть опять естество. Вот, очень красивые такие волосатые минералы там, видел. Разные лузуриты там из Аризоны и из других штатов найдены. Геология, то есть антропология, биология, вот, все, что надо. Все, что касается естественной природы. Всякие насекомые прям в живом виде собраны, можно посмотреть, даже потрогать их. Вот это, кстати, прикольные жуки, которые похожи на листики. Их даже не отличить. Это богомола. Нет, это не богомола. Вот это? Который на листу похож? Это богомола. Это лист. Это вот это вот. Который на лист.